И сегодня мы начнем тему, которая прибудет в течение всего февраля. И мы называем ее так библейский взгляд на финансы, работу и обеспечение. Это та сфера, которая касается всех нас. Каждой семьи. И каждой церкви, конечно. Каждая миссионерская организация. И Библия имеет многое сказать на эту тему. На самом деле, 30% из всех притч Христа были о деньгах, о том, как с ними справляться. И один из четырех пунктов, за которые мы молились в течение этих трех недель поста и молитвы, это был финансовый прорыв. И молитва прокладывала путь и для этого также. И поэтому сейчас, в феврале, в течение четырех выходных, мы будем проповедовать на эту тему. Я начну сегодня. Следующий выходной у нас будет гость из Иркутска. Пастор Дмитрий Маслак будет здесь. И потом я буду проповедовать снова, последние двое выходных. И я верю, что эти четыре проповеди будут связаны друг с другом. И по мере того, как мы продолжим говорить и молиться об этом, давайте верить. Я чувствую, что Бог дал мне веру для прорывов в этой сфере. Касательно церкви, но также касательно любого из нас и нашей повседневной жизни, которая у нас есть. Аминь. Я постараюсь наилучшим образом проповедовать сегодня. Я прохожу через стоматологию. Поэтому я немножко могу так запутываться сегодня. Но слава Богу за переводчик, который понимает, что я говорю. Аминь. Хорошо. Это главное. Поэтому постараемся сделать лучше, и все будет хорошо. И весь народ сказал. Итак, начинаем сегодня. Сегодня я хочу говорить о Божьей благости. И хотел бы начать с двух мест Писания, касающихся Божьей благости. И потом мы продолжим идти вперед. Бытие 2. Любая хорошая проповедь начинается с Бытия. Аминь. В стихи 8 и 9. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Аминь. Аминь. А что здесь говорится о Господе? Что он берет человека, которого создает? Рамиль. Окей. Ну, он помещает его в саду. И Библия говорит, что он осаждает деревья вокруг него, которые приятные на глаз. Почему приятные на глаз? Потому что такой Бог. И потом говорит, что он наполняет сад всякими вещами хорошими для пищи. То есть, он наполняет сад чем-то вкусным. Почему? Но это говорит нам что-то о Боге. Как он являет себя с самого начала. Он заботится о человеке и заботится очень хорошо о нем. Как вы думаете, что могло быть в саду? Библия говорит, что там было что-то вкусное. Ну, что там было тогда? Манго. Молодец. Да, что еще? Авокадо. Ну, кому да, авокадо. А что там не было? Брокколи. Брокколи? Ну, я знаю точно. Творога там нет. Точно. Точно. Ну, написано вкусно. Как творог мог быть там? Что еще там не было? Томатный сок был? Томатный сок не был. Не был. Никак не был. Ну, как можно быть там? Вкусно. Томатного сока нет. Well, whatever was there, the first chapters of the Bible is where God introduces himself to us. Где Бог представляет себя нам. Мы видим его характер. And from the very beginning, из самого начала, from the first verses we read about God and man, самых первых стихов, где мы читаем о Боге и человеке, мы видим кое-что, что продолжается во всех книгах Писания. And that's the goodness of God. His care for man. Его забота о человеке. And his generosity to him. И его щедрость по отношению к человеку. And God is still like that. И Бог по-прежнему такой же. Матфея, the sixth chapter. Матфея, шестая глава. Just one piece of scripture from the New Testament. Одно место из Нового Завета. Verse 26. 26 стих. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into bonds, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Verse 28. 28 стих. So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field. How they grow, how they need, toil nor spin. И об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. And yet I say to you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Now we got so close to the grass of the field, which is today and tomorrow is thrown into the oven. Will he not much more clothe you, or you, or little faith? Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мне пачи вас, маловеры. Аминь. И Иисус говорит об Отце. И мы видим эту картину с самого Ветхого Завета до Нового Завета постоянно. Почему Иисус говорит о птицах небесных? Почему бы не о коровах сказать? Я верю, потому что птицы находятся везде, в любой стране, и на южном полюсе есть птицы, и на северном, и есть в джунглях птицы, птицы повсюду, и высоко и низко, и маленькие и большие. И Бог видит каждую из них. И видит тебя также. Иисус говорит, если Он их видит, насколько же больше Он о тебе позаботится. Иисус хочет, чтобы мы получили фундаментальное откровение, что Бог хочет обо мне позаботиться. Он говорит о лилиях, они такие красивые, но ты намного больше, чем они. И разве Бог не позаботится о тебе? Разве не оденет, и не оденет тебя хорошо? Это то, что Иисус хотел передать ученикам, чтобы мы все поняли. То есть, с этого нам и нужно начать этот месяц. С понимания Господа и того, какой Он. Что Господь благ, и милость Его пребывает вовеки. Если вы верите в это, давайте воздадим Ему славу. Аминь. Он благ, и милость Его пребывает вовеки. Но тогда возникает вопрос, как же эта благость проявляется в моей жизни, касательно обеспечения? Если Бог благ, и Он творец, тогда, может быть, Он будет посылать мне деньги на мой банковский счет каждый месяц. И всякий раз, когда я буду выходить на улицу, я буду находить золотые кольца, золотые часы, чтобы я мог их продать, и у меня было все, что мне нужно. Но не этот Божий путь. И об этом я и хотел бы сказать сегодня. Касательно благости Божьей, и обеспечения Божьего, что нам нужно понимать, нам нужно различать между чудесами и Божьими благословениями на стараниях людей. Потому что Бог совершает чудеса. Но Его основной способ, чтобы позаботиться о нас и благословить нас, не послать нам золотую рыбку, но благословить нас, благословить тела рук наших. Бытие 2 снова. Давайте вернемся к Адаму. Прочитаем стих 15. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И сказано, что Бог сказал человеку возделывать сад. Человек мог бы сказать, вообще зачем мне это делать? Зачем вообще что-то делать? Ты же Бог. Ты можешь легко возделать этот сад. Просто сделать сам это. Или сделать чудом. И весь сад уже возделан. Нет. Бог так не сделал. Почему? Потому что Он сотворил человека по образу своему. И послушайте меня. Чтобы он поклонялся Богу. Чтобы любил Бога. И работал вместе с Богом. Он сотворил человека, чтобы человек был с ним. Но не просто был украшением. Человек не лилия. Человек сотворен по образу Божьему. Чтобы вечно быть с ним. И быть частью того, чем Бог занимается. И вот почему, даже в саду эдемском, где все было совершенным, человек должен был делать что-то. И это то, как Божье благословение приходило и на него. И это то, как оно по-прежнему сегодня. Иногда мне интересно. Почему Библия так строго относится к ленивым людям? Ленивый не получает большого одобрения в Библии. Правда? Но Библия судит ленивых очень даже строго. Почему? Я верю. Потому что, когда Бог творил Рамиля, Он дал ему таланты. Дал ему способности. Дал ему то, что может расти и развиваться. Рамиль, возделывай сад. Неси благословение миру. Неси честь моему имени. Но ленивый бы сказал, «Ну, я не хочу. Мне неинтересно. Сам Бог делает это. Хотя Бог всемогущий. Это то, что против Его природы. Человек создан не просто сидеть в кресле. Он создан ходить с Богом, поклоняться, восхищаться Ему, но также быть частью того, что делает Бог. Так оно было с самого начала. Так оно и по-прежнему сегодня. Вот почему. Основной способ, которым Бог являет Свою благость, касательно обеспечения в вашей жизни, чтобы благословить вас, благословить дела рук ваших. И сегодня я дам вам четыре фундамента. Четыре основания. Мы побудем в книге притчи касательно работы и обеспечения. И вот на основе этих четырех оснований мы заложим фундамент к тому, что, я верю, Бог хочет сказать нам в этом месяце. И весь народ сказал Аминь. Давайте откроем притчи десятую главу. И первый фундамент это прилежность. Притчи 10.4 Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Это принцип. Это то, что нам, христианам, нужно увидеть. Рука прилежного обогащает. Рука того, кто делает, что может. Рука человека, где бы он ни работал, где бы он ни служил, когда он мотивирован, делает лучшее, что только может. Вот там и будет больше благословения. Вот там и будут его богатства. В церкви, или на наших рабочих местах, в университетах. Рука прилежного приятна Богу. Вот там и будут богатства. Посмотрите другой стих в притчах. Притчи 22. Нам нужно быть людьми инициативы. Подобно блудному сыну, он наконец понял, я не могу здесь просто сидеть. Мне надо встать. Мне надо сделать что-то касательно моей ситуации. И это был переломный момент, который ввел его в благословение Отца. Притча 22. Притча 22. 29 стих. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять пред царями. Он не будет стоять пред простыми. Библия говорит, что человек проворный или прилежный в своих делах, Бог его увидит. Бог продвинет его. И он будет стоять пред царями. Это обещание Библии. Обещание, на котором мы с тобой можем стоять. Если я буду делать лучшее, что могу сегодня, чем бы я ни занимался, я буду стоять перед царями. Бог шаг за шагом, год за годом, устроит этот путь для меня. И это путь Библии. Это то, чему Библия учит нас. А если я не буду прилежным, не буду творить лучшее, что только могу, а лишь захочу чудес Божьих, тогда я не понял, что Писание говорит. Посмотрите со мной притчу 6 главу. Здесь есть некоторые забавные места Писания. Про муравья. Притча 6.6. Пойди к муравью-ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. Библия говорит, иди к муравью и смотри на него. У него нету приставника, и при этом он прилежный. И сколько из вас сделали то, что говорит Библия? Вот ответьте мне честно, кто из вас специально вот пошли к муравейнику, чтобы посмотреть на муравьев и чему-то научиться? Я это делал. Кто-то еще делал, да? Вы слышали историю о муравье? Все должны знать историю о муравье. Это произошло много лет назад. Когда я был молодежным пастором в Норвегии, свежим еще, зеленым, я должен был проповедовать об этом церкви. Я пошел утром в лес, чтобы помолиться. И вот я увидел всех этих муравьев и я сказал, теперь я сделаю то, что говорит Слово Божье. Пойди к муравью, ленивец, посмотри, научись. И я наклонился и начал смотреть на муравьев. И они все туда-сюда бегали с маленькими палочками. Невероятно. Бог, хотел бы, чтобы церковь такой был. Птанасо. Но потом я увидел три муравья. И они несли втроем палочку, которая была намного больше, чем один мог бы вынести. И они перемещали ее вместе. Пуши, тянули ее, толкали ее, помогали друг другу. Я был увлечен как они сотрудничают. И потом муравей, который был посередине, я до сих пор помню его, стал уходить в сторону. И оставил двоих других. И теперь они вообще не могли перемещать эту палочку. И я подумал, ты маленький ленивец. Нет, я так не сделал. Но я посмотрел на них. И когда я наклонился, я увидел, что они продолжают тащить. И тянуть, и толкать. А эта палочка не перемещается. И я смотрел поближе, и знаете, что я увидел? Они оба улыбались. У муравьи могут улыбаться. Не верите? Сами посходите и посмотрите. И вот они улыбались, тянули, тащили. Я сам оскорбился поведением того, который ушел. А эти двое продолжили работать, и все. И иди к муравью, научись. У нас может быть столько извинений, чтобы не делать то, что можем мы. Вот он меня оставил. Они вовремя они себя так ведут. Не надо тебе переживать о них. Рука прилежного обогащает. Научись у муравьев. Эти два парня продолжали тянуть. Ова, ова. И они продолжали оставаться счастливыми, хотя третий парень ушел. И он немножко этот третий побегал через какое-то время. И знаете, что он сделал? Он просто сел на эту палочку и еще утяжелил работу. И я подумал, теперь они его убьют. Но они не убили. Они просто продолжали. Один впереди, а другой сзади толкал, пытаясь сместить эту палочку. И здесь есть урок. В долгосрочном плане рука прилежного того, который продолжает делать лучшее, что только может. При любых обстоятельствах его рука обогатит. Потому что через некоторое время этот третий странный муравей, он соскочил с палочки и начал помогать двум другим снова. И по мере того, как они продвигали эту палочку к муравейу, я сказал, спасибо, парни. Это был хороший урок. Аминь. Это то, о чем Библия говорит. И я оставил их. Пошел дальше. И через некоторое время опять увидел дорожку муравьев. И я подумал, Боже, наверное, имеешь что-то большее. Я посмотрел еще раз. И рядом со всеми этими муравьями, которые несли вот такие маленькие палочки, я увидел одного. Он нашел очень большую палочку, которую едва-едва мог перемещать. И все другие муравьи, они просто бегали туда-сюда. А этот двигался так медленно, перемещался. Я посмотрел на него. И я подумал, Вау, бедняга, твоя палочка намного больше, других. И потом он мне сказал, муравьи могут говорить, если вы просто поближе приставите ухо. Мацулла говорит, я знаю, что моя палочка побольше, чем у других. Я знаю, что мое бремя потяжелее. Но я буду работать с этой палочкой. Я буду работать с этой палочкой. Я буду продолжать тянуть и толкать. И однажды я принесу ее домой в свой муравейник. И я сказал, Бог да благословит сын мой. Аминь. Иногда мы несем самую тяжелую палочку. Мы можем иногда разочарованы быть. Но тогда вспомните, вспомните это утро в церкви. Рука прилежного обогащает. Это то, что сказал Бог. Тот, кто делает лучшее, что может. Он будет стоять перед царями. Это обещание Библии. И это христианская этика. Даже если у него есть причины разочароваться, то, что мы делаем, делаем для Господа. И всегда продолжаем делать, что можем. И это приводит нас к следующему пункту. К следующему фундаменту. О характере. И о честности. Откройте со мной притчи 11. Позвольте прочитать стих оттуда. Первый стих. Неверные весы мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Здесь говорится о том, что угодно Господу и о том, что мерзость для Господа. Где будет благословение? Его благословение будет с честным. С теми людьми, которые почитают истину. Библия говорит, в те времена у них не было электронных весов. И они использовали вот эти веса, килограмм, скажем. Килограмм сахара, килограмм соли, например. И люди могли немножко обманывать. Знаете, чтобы так вот сделать вес, чуть полегче убрать немножко с веса, чтобы они могли продавать, скажем, говоря, это килограмм пшеницы или соли. А на самом деле там был не килограмм. Но они не отрезали многого. Но они лишь немножко срезали. Потому что, если бы много срезать, тогда клиент увидел бы разницу. но они немножко срезали. Никто не видел, кроме Господа. Он видел и говорил, вот эти неверные весы это мерзость для меня. Будь честным. Будь честным к людям. Будь честным во всем, что ты делаешь. Имей характер, который почитает Бога. Работай, даже тогда, когда твой начальник не видит этого. делай лучше, когда нет никого рядом. Приходи вовремя на работу. И если тебе платят за восемь часов, оставайся там восемь часов. Потому что Господу приятно когда весы правильные. Аминь. Это христианский путь. Это тот путь, который Бог благословит. Это то, как обеспечение станет чем-то большим, чем то, что приходит лишь от мира. Господь видел этих людей того поколения. И Он видит тебя и меня. И когда Он видит честного человека, то Ему это угодно. И Он благословляет тогда Его. Аминь. И это переводит нас к третьему фундаменту. Что мы хотим расти. И мы хотим преуспевать. Но не любой ценой. Давайте откроем притчу 15. И сейчас я хочу сказать о очень важном принципе в Библии, и это довольство. Притча 15, стих 16. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при Нем тревога. Иногда лучше пойти узким путем. И многое это не значит, что всегда это хорошо. Когда ты живешь для Господа. Например, с честностью. Да, путь может быть чуть дольше. Но там есть сокровище. И там есть благословение. И здесь есть ключ для любого ребенка Божьего, который понимает, вот то, что у меня есть сегодня, я могу быть этим доволен. Что значит быть довольным? Означает ли это, что я не стремлюсь к большему? В 1 Тимофею 6, 6 говорит, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. Великое приобретение. Что же такое быть довольным? Это означает ли то, что я не простираюсь к чему-то большему? Нет. Ты можешь стремиться ко всему миру и при этом быть благодарным за то, что у тебя есть сегодня. Ты можешь верить Богу за горы, за самые широкие поля, но при этом быть благодарным за то, что у тебя есть сегодня. Аминь? У кого из вас есть машина? У меня есть машина. Что у тебя есть? Пока нету. Что у тебя есть тогда? Велосипед? Тоже пока нету. Скейтборд? Скейтборд у тебя есть. Окей. Ну, скажем, есть машина. У кого? Кто хотел бы из вас иметь более хорошую машину, честно? Конечно, конечно. Но это не значит, что я не могу быть довольным и быть благодарным за то, что у меня есть сегодня. Это то, чему Библия учит. То же самое с мобильным телефоном. Эти мобильные телефоны постоянно обновляются. У кого из вас есть мобильный телефон? У каждого есть. Но вы хотели бы чуть получше модель? Да, мы все хотели. И вы молитесь. Бог, дай мне iPhone X. Если только заполучу iPhone X, буду счастлив всю свою жизнь. И получаете десятку. А на следующее утро читаете в интернете, что iPhone 11 появился. О, Боже мой! Но что мы должны понять? Есть система мира сего. Система жадности. Которая не дает людям оставаться довольными. Не позволяет людям быть благодарными. Посмотрите со мной. Притчи 30. Стих 15. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут довольна. Таким может быть мир. Всегда больше. И на самом деле никогда не остается благодарным. Есть дух в этом мире, который тебе нельзя впускать в свою жизнь. И это дух который всегда устремляется все к большему, к большему, к большему. И при этом ты уже не можешь наслаждаться тем, что Бог дал тебе. Но благочестие и довольство — великое приобретение для Церкви и для каждого из нас. Вот мы постились три недели. Якобы на посте Даниила уже долгое время. Я знаю, как оно бывает. Ты сидишь в ресторане, все заказывают стейки, а ты сидишь с морковью. Правда, друзья? Когда я был в Казахстане две недели назад. Ой-ой-ой, там и шашлык, и баранина, и рыба, и говядина, и телятина, и все такое сочное. И что? А что ты будешь есть? Овощной суп, пожалуйста. Великое приобретение. Ну, если ты оказываешься в такой ситуации, возьми эту морковь. Встань и скажи. Я хочу сказать всем, я так благодарен за эту морковь, которую Господь дал мне. и я съем ее в простоте и веселье сердца. И весь народ сказал, это великое приобретение. Мир не всегда таков, а мы должны быть такими. Это часть Божьего пути и того, что Он хочет нам преподать. неблагодарность начало Твоего падения. Когда ты уже больше неблагодарен за то, что Бог дал тебе, тогда благословения начинают покидать тебя. Вот почему нам нужно хранить свои сердца в таких сферах. В исходе 20.17 мы находим 10 заповедь. Какая 10 заповедь? Не пожелай дома Близнего, жены Близнего, слуг Близнего, волов Близнего, осла Близнего, собаки Близнего, кошки Близнего, канарейки Близнего. Почему? Потому что Бог хочет спасти тебя от проклятия сравнения, чтобы тебе не смотреть на соседа и чувствовать благодарность. Извините, и чувствовать себя неблагодарным. Смотреть на ближнего и не ценить того, что Бог дал тебе. Всегда есть кто-то у кого собака побольше, чем у тебя. Правда, друзья? Да. Но Бог хочет чтобы ты был довольным. И потом ты можешь верить и за мир. Но можешь говорить, Бог, я благодарю тебя за то, что у меня есть сегодня. Это Божий путь. И так и будут Его благословения. Амин. И затем четвертый фундамент быть прилежным. Быть честным. Быть довольным. И четвертое. Всегда познавать. Притча 1.5 говорит, мудрый человек возрастает в познании. И у нас с тобой есть способность учиться, возрастать. Как те таланты в притче о Иисуса. Малое может стать многим. И это Божий Путин для нас. Он хочет, чтобы мы росли. Он хочет, чтобы мы учились. Мы люди. Мы как бы растем медленно. Антилопа, скажем, может через пару часов после рождения уже убегать от льва, скажем. Нам нужно 18 лет, чтобы вырасти. Человек сотворен по образу Божьему. И в этом есть божественная часть нашего существа. Мы можем всегда опознавать что-то новое. Мы всегда можем приобретать знания. И это приятно Господу. Что бы ты ни делал, есть путь. Есть курс, ты можешь поучиться. Ты можешь поучиться у тех, кто здесь уже подольше, чем ты. И это то, как Бог хочет, чтобы мы преуспевали. Посмотрите со мной в Притче 28. Потому что есть что-то о Боге, о Его пути, о росте, но при этом о довольствии. По мере того, как я возрастаю в своих способностях и своих умениях, некоторые, некоторые молодые люди, они смотрят, скажем, в сферу бизнеса и хотят разбогатеть. И они берут большие заемы. Послушайте меня сейчас. И они входят в сферу, о которой не так многое и знают и теряют все. И оказываются в большой проблеме. Это не Божий путь. Нам не всегда нужно спешить. Многие богатейшие люди мира начинали с того, что подметали пол на фабрике. Учились тому, как все работает. Учились этой сфере бизнеса. И однажды они уже управляли сами рынком. Вот это и есть Божий путь. И это то, чему нам нужно научить своих детей. Год за годом всегда оставаться благодарными за то, что есть. Что я могу быть рядом с теми, кто является чем-то большим, чем я, и при этом оставаться довольным. Посмотрите притчу 28, 20. Здесь сказано, верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Слушай, а что неправильного в том, чтобы разбогатеть? Разве Бог не может сделать, чтобы я стал богатым быстро? Конечно, Он может. Но не в этом был Его основной способ. Верный человек, помните это, богат благословениями. есть путь библейский, который нам, христианам, нужно знать, который принесет так много доброго, если строить церковь, если строить общество вокруг нас. Работа, она не только в том, что ты зарабатываешь, но также в том, кем ты становишься. Моя первая работа была, когда мне было 16 лет. Я работал в компании, и я протирал пыль с полок, и сорняки выдергивал среди цветов. Такая грязная работа. Ну, даже. И в то время зарплата была невысокая, маленькая. Но для меня это было хорошо. Это творило что-то со мной. Позже, когда я все учился, еще учился, в школе, я стал раздавать газеты по утра. Я вставал в 4 часа утра каждое утро, чтобы доставить людям газеты. И это стоит чего-то молодому парню. Я пытаюсь в 7 часов утра воскрешать своих детей. Не так легко. Ну, попытайтесь в 4 часа это сделать. И потом, после этого, после работы, я шел в школу. Я не зарабатывал много. Но дело-то не только в том, что я зарабатывал, но также и в том, что происходило со мной. Ты растешь. И ты становишься чем-то. Ты формируешься, когда следуешь за Богом. И идешь по шаблону библейского. Кеннет Хейген сказал кое-что интересное. Он автор многих книг, они у нас есть в книжном магазине. Он говорит, написано в книге Второзакония, что Бог благословит тебя во всем, к чему ты будешь прилагать свои руки. Но если ты ни к чему не будешь прилагать своих рук, тогда Богу нечего и благословить. Аминь? Правда. Так Библия говорит. Несколько дней назад, когда погода была очень холодная в Москве, и должно быть последний суббот, когда сильно-сильно ветер дул. Очень холодно было. Мой сын Андрюша подошел ко мне и сказал, папа, я получил работу. Я иду на работу сегодня. А я говорю, что такое? Что? Я буду работать в КФС. Буду раздавать приглашения на улице. И мне будут платить 50 рублей в час. Я такой подумал, бедняга. Я бы лучше сам ему дал 50 рублей, чтобы он оставался дома. Правда, родители? Но потом подумал, секундочку, подожди, пусть идет, пусть идет, пусть постоит на улице под ветром и раздает приглашение и ни одного из них не выбросит. Ни одного не бросит в ведерко, мусорное, но раздаст каждое из них и потом пусть получит свои 50 рублей и придет домой, научившись благословению дня честной работы. и он это сделал. И он пришел домой, и у него в руках были эти 50 рублей. И он был горд этим. Один день. Однажды он будет богатым человеком. И когда нам понадобится наше пятое здание, он придет и скажет, Папа, тебе не надо собирать пожертвование. Я оплачу здание сам. Давайте воздадим Господу славы. Аминь. Аминь. у потока. Иисус приумножал хлеб и вино. Бог может все. Но эти чудеса, они были там не основным способом обеспечения. Они происходили, когда возникали какие-то трудности. Когда был кризис, Бог совершал чудеса. Например, с манной в пустыне. Народ израильский он провел 40 лет в пустыне после Египта. Там не было еды. Но каждое утро, когда они просыпались, на земле была манна. И применяя ее, они могли печь хлеб и хорошо жить. Каждый день 40 лет. Откройте со мной Иисуса Навина 5. Но в этом не было намерения Божьего, чтобы народу Божьему вообще не работать. Не было такого намерения Божьего, чтобы им прийти в свою землю и сказать, мы народ Божий, и нам работать не нужно. Бог посылает нам манну с неба. Нет. Все было намерение Божьего. Но Божье намерение было вот в чем. Чтобы, да, ввести их в их землю. И чтобы там они пахали землю. Сеяли свои семена. И чтобы Бог пожинал, благословлял жатву. Вот почему в Иисуса Навина 5, когда они входят в свою землю, сказано так в 11 стихе, «И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, опресноки и сушеные зерна в самый тот день». А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов израилевых, но они ели в тот год произведения земли хананской. И таким образом, когда они пришли в землю хананскую, манна перестала падать. Да, манна шла, когда они были в пустыне. Но сейчас Бог сказал, «Возделывайте землю, делайте все, что можете, а я благословлю вас. Благословлю вас в этой земле». Позвольте сказать кое-что личное. Я много путешествую, езжу. Иногда я прихожу в церкви, ну, скажем, церкви 20 лет. У них нет здания. И я говорю, «Вам нужно здание». Они, «Да, мы верим Богу за здание». Я говорю, «Что вы делаете? У вас есть фонд на здание?» Иногда пасторы говорят, «Нет, у нас нет такого фонда». Но это не тот путь. Я говорю им так. Слушайте меня. Следующее воскресенье начните собирать деньги. Собирайте деньги на фонд здания. И это пожертвование святое. Не касайтесь его. Независимо от ваших нужд, отложите эти деньги и ободряйте людей давать. И сами давайте. Давайте больше, чем они. И тогда шаг за шагом вы начнете собирать деньги и продолжите молиться. И Бог будет с вами и совершит чудо. И вы получите свое здание. Это путь, Господи. И вот так церковь и должна думать. Должна быть прилежной, делать все, что можем, быть честной, иметь правильные весы, быть довольными тем, что у нас есть сегодня, быть благодарными за все, что Бог дал нам уже, и продолжать учиться, познавать и развивать те таланты, которые Бог дал нам. И Бог добавит Своих благословений. И невозможное станет возможным. И в заключении, позвольте сказать следующее. Когда я и Ранди переехали в Москву, у нас не было места, где бы нам жить. Церкви здесь был годик. Они должны были помочь нам найти квартиру. И у них был риэлтор, который работал на церкви. Но рынок недвижимости в 96-м году был безумным. Невозможно было найти ни одной квартиры по всей Москве, которая бы подходила тому, что нам нужно было. И вот мы жили в одной семье, и как бы так было тесно там. И как-то утром я сказал Ранди, мы больше так не можем. Мы с тобой пойдем вдвоем и найдем квартиру. И мы перечислили шесть пунктов, что мы хотим видеть в квартире. И пошли, сели в метро, чтобы отправиться к станции Щелковской, где была церковь. Но вышли за одну станцию до Щелковской, на Первомайской. И я почувствовал, Дух Святой сказал, выходите здесь. И мы вышли и пошли в сторону Щелковской. И стали спрашивать, мы по-русски не говорили. Спрашивали все. Вы по-английски говорите? Спасибо. А Вы говорите по-английски? Спасибо. И мы просто говорите, говорите. И потом нашли девушки со школы. Вы говорите по-английски? Да, мы говорим. И они были рады поговорить с иностранцем. Я, мужчина, нуждаюсь в доме. Вы помогите. Мы купили газету, сели прямо там на асфальте и читали. У меня был телефон. И они звонили. Когда день закончился, мы пошли домой. У нас была квартира. Пара сотен метров от церкви. Со всем тем, что мы там хотели. Знаете, что это такое? Это чудо. Но также принцип. Делай то, что можешь ты. Выходите. Прилежно трудитесь. Будьте честными. Довольными. Продолжайте учиться. Ходите с Богом по этому пути. И тогда Он, когда понадобится чудо, сможет сделать все, что нужно для вас. Последнее чудо недавно прошло, пару дней назад. Мы как бы в особенной такой ситуации. Очень особенной ситуации. И вдруг чудо просто пам просто из наименее ожидаемого места. Вот такой Бог. Бог благ. И Он являет Свою благость нам, заботясь о нас. Бог есть Бог чудес. Но также Бог благословляет того, кто берет свои таланты, свои способности, и они находятся внутри каждого из нас. И Он говорит, «Ты иди, ты следуй за мной, делай лучшее, что можешь, и я буду с тобой, и ты увидишь то, что я могу через любого человека, кто следует за мной». И давайте я хочу, чтобы мы помолились за церковь. Я хочу, чтобы мы помолились за прорывы также в этой сфере и в церкви. Три недели мы исповедовали жатвы много, но также нам нужно ресурсы, то есть, чтобы позаботиться о жатве. И также я хочу помолиться за вас, потому что у меня есть вера в сердце. И это пришло ко мне рано осенью, что нам нужно сделать это в феврале. И чем бы вы не занимались, чем бы вы не занимались, Бог может благословить вас, какая бы ни была у вас занятость, чем бы вы не занимались, Бог может благословить то, что вы делаете. Я хочу помолиться за вас сегодня и в течение этого месяца, чтобы Бог благословил вас. Давайте помолимся вместе. Отец, во имя Иисуса, Господь, благодарим Тебя, Господь, за церковь, благодарим Тебя за видение, за призвание, которое есть на нас. Спасибо за слово, что жертвы много, и, Господь, мы молимся за прорывы в сфере обеспечения за второе здание, чтобы в церкви не было никаких недостатков во имя Иисуса Христа. Но чтобы Ты восполнил все нужды, И восполнил изобильно. Отец, я молюсь за каждую семью, представленную здесь. Я молюсь за каждого человека, который с нами сегодня, который слушает нас по интернету. Я молюсь, чтобы Твой Дух ввел, оживлял, чтобы Твой Дух учил нас и показывал нам Твой путь. И поправляй нас, Отец. И я молюсь о Твоем благословении на каждой семье, на любой работе, на всякой заидности. Я молюсь, чтобы в этом месяце в феврале были прорывы, Отец, чтобы они были во многих сферах. Дух веры насойдет на церковь, также и в сфере обеспечения. Господь, благодарю Тебя. Ты есть источник всякого блага, и Тебе да будет слава. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.